Всем привет! Ты смотришь твои новости, главные по студенческим вестям. С тобой Ралина Киряева, сегодня в выпуске. Как попасть в 3D-болгар? Ответ нашли в Казанском федеральном университете. Завершились тенчуринские чтения. Подробности расскажет Адиля Валеева. Программисты нашего времени о вкусах и предпочтениях в клипе от громких рыб. Лаборатория визуализации и разработки игр Высшей школы ИТИС совместно с другими подразделениями Казанского федерального университета усердно работают над новым интересным проектом, который никого не оставит равнодушным. А именно, разработали компьютерную игру в 3D-формате про историю города Болгар 14 века. Включение города Болгар в список всемирного наследия ЮНЕСКО – это результат усердного труда ученых. Однако, простое текстовое описание, рисунок или карта не могут дать полного представления об изучаемом объекте. Другое дело – трехмерная реконструкция или моделирование отдельных предметов старины, которые позволили бы получить полную картину прошлого. И создавать такую трехмерную картину города Болгар взялись исследователи Казанского университета. Они создают компьютерную игру, в которой заново можно узнать для себя загадки великого Болгара 14 века и даже самому совершить исторические открытия. В этом проекте игроку предстоит исполнить роль средневекового архитектора из Багдада, который по дипломатической миссии приехал в город Болгар и который изучает архитектуру и культуру города. Разработчики игры работают над гигантским пластом научных исследований. Описание и справки, которые встретятся игроку, позволят в точности увидеть все особенности архитектурных сооружений древнего города. При прохождении игры можно узнать не только легенды и историю открытий, но даже узнать метод строительства и увидеть материал, из которого построена крепость, мечеть или хижина. Непосредственно разработкой занимается наша студия, то есть это разработчики, программисты, 3D-моделеры, левел-дизайнеры. Именно материал нам поставляют археологи и историки, также Институт археологии Республики Татарстан, Институт международных отношений и востоковедения КФУ. Завершить работу планируется к концу года, но на этом останавливаться разработчики не намерены. В лаборатории визуализации и разработки игр выше школы ИТИС планируют реконструировать в 3D и другие исторические объекты Татарстана. Форель Закирович Тинчурин Форель Закирович Тинчурин нес большой вклад в развитие энергоуниверситета в Казани. В честь него ежегодно проводится конференция «Тинчуринские чтения». Конференция имеет статус международный, поэтому сотни лучших энергетиков страны съезжаются в Казань для презентации своего доклада. Вот уже 11-й год подряд в Казанском государственном энергетическом университете проводится международная научная конференция. Здесь собираются самые талантливые энергетики со всей России. Конференция разделена на четыре направления. Выступление со своим докладом перед компетентной аудиторией позволяет участникам проверить свои силы, узнать об ошибках и выбрать для себя правильное направление в обучении. В рамках конференции прошло награждение победителей конкурса исследовательских работ и проектов школьников по техническому творчеству «Инженеры будущего». А также была представлена выставка изобретений студентов и аспиратов Казанского энергоуниверситета. В сегодняшней выставке представлен экспонат, модельная установка, реализующий способ определения местоположения скрытых каналов и трубопроводов. Мы пришли к мнению о создании нового способа определения расположения скрытых каналов и полостей. Ежегодно тинчуринские чтения набирают все больше популярность, ведь для тех, кто действительно хочет добиться успеха в своей области, это большой шанс проявить себя. Участие дает новый толчок, раскрывает твои, может быть, в некотором плане недочеты, а ты в следующий раз стараешься их убрать. Надеемся, что каждый участник возьмет для себя что-то полезное, которое приведет его к дальнейшему развитию. Современное творчество поэтов. Какое оно? Что изменилось в прошлых веков? Ответить на эти вопросы вам поможет сюжет Анастасии Ивановой. О встрече младых гений в современности. Поэтический вечер Поэтический вечер – это не только чтение стихотворений, это исполнение творчества души, говорят участники поэтического вечера КГСУ «Замочная скважина». На подобных встречах студенты делятся своим творчеством, импровизируют, пробуют создать из старого классического нечто новое, для этого используя разные методы. Так, дуэт студентов КГК «Свободное время» создает не только свою музыку, но и пишет каверы на известные песни, представляя их в совершенно новом свете. Ну, на учебе мы играем, мы из консерватории, мы играем академическую музыку. А это уже, да, это идет совершенно другое, здесь другие приемы. Мне нравится тем, что, в принципе, как на гитаре можно сыграть боем. Какие-то новые фишки можно найти, приемы, которые не используются в академической музыке. Например, вы можете показать? Главной темой вечера стали очерки внутреннего «Я». Здесь каждый смело говорил о чувствах, стихах и в прозе. Одним из необычных способов выражения своих эмоций стали сказки. О любви не тая, так называется блок, в котором молодые начинающие поэты рассказали о любви к женщине, к миру и к жизни. Любить – это значит творить чудеса и преодолевать преграды не только вокруг себя, но и внутри. А любовь – это волшебная сила и изменение обоих на встречу друг к другу. Современное творчество пусть и отличается своей эксцентричностью, захватывает своей дерзостью и прямолинейностью, но все же основывается на уже существующих жанрах и основах. Барды – это песенный жанр, возникший еще в середине 20 века. Одним из классиков бардовской музыки считается Владимир Высоцкий. Сегодня молодежь не меньше увлечена этим способом самовыражения. Я его услышал на Грушевском фестивале два года назад. Мне он очень понравился именно эмоционально своей, как он исполняет, нежели голос, нежели гитары. Это мне очень понравилось. Чем отличаются песни бардовские? Ну, конечно, другое время, поэтому и другие песни. Когда человек улыбается, радостнее становится окружающим. Улыбка ярче любого макияжа и вообще делает человека привлекательным. О том, как призывали улыбаться на улице Баумана прохожих, расскажет Диана Янтимирова. Заставить задумчивых людей улыбнуться – главная цель акции. Поэтому здесь кому-то дарят шарик, кому-то дарят сладость. Здравствуйте, улыбайтесь чаще, ведь это вам так идет. Спасибо. А кому-то дарят флажок. Организатором акции «Улыбайтесь чаще» стала участница республиканского проекта «Кадровый резерв». Каждому активисту проекта необходимо провести социальную акцию. Гульнас Мингена выбрала именно эту идею. То есть люди очень мало улыбаются, хотя мы являемся сейчас туристическим центром, мы являемся лицом Казани. Я хочу видеть людей, которые изначально агрессивно не настроены, которые с хорошим настроением, которые уступают место всегда в общественном транспорте. Участников всего 13, самого разного возраста – школьники, студенты и взрослые. У каждого задача одна – призвать улыбнуться. Среди активистов и студенты из Мексики делятся настроением, рассказами о родине и советами. А просто дома надо грустить, а не на улице, когда все тебя видят. Поэтому всегда показываешь, что у тебя всегда хорошее настроение. В результате как прохожие, так и сами участники обрели хорошее настроение, искреннюю улыбку и приятные впечатления. А теперь новости науки от Анастасии Ивановой. Всем привет! Шотландские исследователи из университета Страд Клайда выяснили, что тунгурские лягушки имеют возможность передачи лекарств при помощи собственной пены, выделяемой для защиты икры от внешнего воздействия. Сотрудники научно-исследовательского института биологии Иркутского государственного университета обнаружили 10 новых штампов актинобактерий, вырабатывающих уникальные антибиотики. Группа специалистов Ивнаньянского технологического университета представила общественности первому в мире жука-киборга. Ученые из Института химического генетика и горения создали самый точный в мире аппарат для анализа клеток крови, по результатам которого можно оценить риск преждевременных родов. А на этом у меня все. Пока-пока! Во времена айфонов и интернета новыми секс-символами стали программисты. Почему? Ответ спрятан в клипе от громких рыб. Все любят программистов больше, чем юристов, больше, чем актеров-качков. Иди сюда, скромняга, компьютерный трудяга, сегодня я взломаю твой код. Все любят программистов больше, чем юристов, больше, чем встречать Новый год. Я знаю, ты не глупый, когда у нас день группы, возьми лаптоп и путь готов. Сумка с ноутбуком, смотришь близору, как болтов, не сплетнем, не привык. Не рулишь на районе, но пишешь на питоне, интровер, питан, затворник, гик. Кистью по айпаду, пальцем по дачпаду, фиксишь баги, как по маслу нож. Юный техногений, минимум движений, но по жизни далеко пойдешь. Ты пишешь код, вывод, вот, кулер очень стал шуметь. Ты пишешь скрипт, кулкутит, Суккерберг позвонит тебе. Все любят программистов больше, чем юристов, больше, чем актеров-качков. Иди сюда, скромняга, компьютерный трудяга, сегодня я взломаю твой код. Си-шарпы, Си-плюс-плюс, ты знаешь наизусть. Попробуй починить мой сломанный iTunes. Мой жесткий диск устал, какой-то фай пропал. Но ты же программист, куда ты побежал? Ноль или единица, журавль или синица. Я вижу тебя насквозь, я виду стымок ось. Каждый вирус должен навстречать свой фаерволл. Мы такие разные, но общий протокон. Мне плевать, откуда ты, и Дмитрий, и Итис. К тебе меня привел интуит, и ты новый гейс. Все любят программистов больше, чем юристов, больше, чем актеров-качков. Иди сюда, скромняга, компьютерный трудяга, сегодня я взломаю твой код. Субтитры сделал DimaTorzok Все любят программистов больше, чем юристов, больше, чем актеров-качков. Иди сюда, скромняга, компьютерный трудяга, сегодня я взломаю твой код. Все любят программистов больше, чем юристов, больше, чем актеров-качков. Иди сюда, скромняга, компьютерный трудяга, сегодня я взломаю твой код. Вот и подошел к концу этот выпуск. Следующий совсем скоро на канале ТНВ. С тобой была Ралина Киряева. Увидимся!